Я сейчас нахожусь на строительной площадке на мысе Хрустальном, где возводят культурный кластер. В частности, именно там, где я стою, сейчас строят театр оперы и балета. Недавно к работе стали привлекать также севастопольских студентов, благодаря договору, который подрядчик компания «Аргос» заключил с Севастопольским госуниверситетом. Один из студентов, кто сейчас вовлечен в процесс, будущий инженер-строитель Алексей Гаак. Он учится на четвертом курсе и мечтает воплощать в жизнь оригинальные архитектурные решения. Затем, как рождается театр, наблюдает с интересом, слушает профессионалов, тех, кто работает в подрядной организации и знает каждый уголок будущего здания. В данный момент мы находимся в зоне главной сцены. Перед нами расположены леса строительные, которые сейчас возводятся до верхней отметки. Экскурсии по стройплощадке, разумеется, не все. Студенты работают из документации. Уметь разбираться в схемах и чертежах, готовить отчеты, обрабатывать данные не менее важно. И этому тоже учат. Я думаю, мне это пригодится, потому что я в будущем, как инженер, рассчитываю продолжать строить такого вида здания, то есть больше направлен на проекты будущего. Мне больше всего интересна сама структура здания, сама архитектура. Оно выглядит очень футуристично, по-современному. Для студентов это не просто практика, официальное трудоустройство. Как отмечают специалисты, тем, кто любит учиться и хочет расти над собой, здесь рады всегда. Потому в большой коллектив молодежь влилась быстро. Очень хорошо, что мы этих студентов приняли. И я считаю это очень правильно студентам выходить на работы, тем более в такие компании, на такие объекты. Ребята работают на полставке. Мы ждем еще новых студентов. У нас очень большой объем работ. Больше работы, больше опыта, который непременно пригодится, уверены все в ГУ. На территории театра оперы и балета сейчас монтируют металлоконструкции. Штукатурят стены, делают стяжку полов. Здесь строят все по документам. Знаете, стройки обычно, они строятся как документы в одной стороне лежат, а стройка лежит в другой стороне. И время от времени проходит какая-то сверка. А в данной ситуации мы видим совершенно четкую, правильную организацию планирования производства. Вот этому надо учить студентов, конечно. Сейчас на разных объектах культурного кластера работают пять студентов Института развития города СевГУ. В дальнейшем, когда на мысе Хрустальном начнут возводить художественный музей, будущих профессионалов направят и туда. Анастасия Синица, Александр Тарасенко. Новости Севастополя.